Многие школьники Славянского района, особенно мальчишки, с нетерпением каждый год ждут наступления февраля. Ведь в это время проводится месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы. А это значит, что у учащихся муниципалитета в это время появляется возможность вживую пообщаться с настоящими героями, в разные годы защищавшими страну, и самим окунуться в жизнь военных. Это стало возможным благодаря экскурсиям, которые проводят в военной части Славянска-на-Кубани. Шагом марш! К экскурсии на территорию воинской части мальчишки подходят со всей серьёзностью. Ведь уже через несколько лет им придётся стать новобранцами. Вдвойне ответственно к этому подошли ребята из кадетского класса 16-й школы, ведь для них служение Родине не просто слова, а цель в жизни. По традиции открыла экскурсию знакомство со славной историей части, её боевым путём и территориями, на которых осуществляют свою деятельность служащие здесь военные. С недавнего времени посещающих территорию части встречают памятник, который в 2018 году установили в честь столетия образования Северо-Кавказского военного округа. Имена, выгравированные на нём, значимы для всех военнослужащих части. Офицеры, прапорщики, солдаты, которые погибли в нашем округе. И мы помним солдат. Пригласили мальчишек посмотреть и на то, как обустроен быт современного солдата. В казарме ребятам показали форму, которую выдают военным. Она отличается своей практичностью и удобством, позволяет защитникам Родины в любое время года и при любой погоде чувствовать себя комфортно. Производит впечатление и экипировка российского военного. Ребятам выпала возможность примерить бронежилет, каску и укомплектованный рюкзак, с которым военнослужащие для разминки пробегают норматив по пересечённой местности. И, конечно, не обошли мимо во время экскурсии тему боевого транспорта. Школьники смогли прикоснуться к современным машинам и орудиям, а также посмотреть на военную технику времён Второй мировой войны, экспозиция которой установлена на территории части. Благодаря экскурсии, увидев собственными глазами современную армию, прикоснувшись к ней, кадеты ещё больше укрепились в своём стремлении служить Родине. Я раньше хотел слушать, повторить подвиг. Здесь очень интересно, всё классно. Нравится военная подготовка, солдат, военные машины. Экипировка отличная, мощная, всё больше и больше новых всяких приспособлений добавляется. Я рад, что нас сюда пригласили. В любом случае ты должен пойти в неё, отдать долг Родине. И когда у тебя есть такие возможности служить в таких обстоятельствах, условиях, я думаю, что армия для многих людей сейчас, парней особенно, это очень хорошее место, где ты станешь более коммуникабельным и станешь настоящим мужиком. Проводить такую экскурсию – большая ответственность для военной части. Но это важная и нужная работа, направленная на патриотическое воспитание молодёжи, считают здесь. Мы считаем, что очень важно проводить такую работу с молодёжью, чтобы они лично окунулись в военную атмосферу, имели представление о военной службе, ну и с удовольствием шли служить вооружённой силой Российской Федерации. За время проведения месячника славянскую воинскую часть будут посещать школьники и студенты не только нашего, но и соседних районов. Всего запланировано провести более 50 подобных экскурсий, а это около тысячи ребят, которым в ближайшие годы предстоит самим встать в ряды защитников Отечества.